Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ программа «Твое здоровье». Сегодня мы поговорим о проблеме под названием пивной алкоголизм. Кто-то считает, что пострадать от пива невозможно, однако у специалистов на этот счет свое мнение. Его мы узнаем прямо сейчас. Пить пиво приятно, вкусно и весело, так считают многие. Его можно употреблять хоть каждый день и ничего не произойдет. В этом тоже уверены любители пенного напитка. К сожалению, это все ошибочные мнения. И не стоит забывать, что пристрастие может привести к тяжелым последствиям. Как вы считаете, пиво это дань моде, слабоалкогольный и значит безвредный напиток или опасная для здоровья жидкость? Вы будете правы, если согласитесь с последним вариантом. Пиво хорошо у нас используется. Испокон веков этот хмельной напиток использовался для чего? Для красоты. Волосы. Сделаем до уха было, потом пиво начали варить у нас. Но опасность его, конечно же, при злоупотреблении. Сейчас очень много пациентов появилось, которые именно, так скажем, злоупотребляют именно пивными напитками, что приводит, сейчас появилось такое понятие, как пивной алкоголизм. То есть люди злоупотребляют пивом до такого состояния, что появляются похмелья, начинаются похмельные эксцессы, да, и люди уходят в запой исключительно на пиве. Исторические архивные документы подтверждают, пиво – ровесник человеческой цивилизации. В древности его готовили из ячменя, воды, хмеля и дрожжей. Пиво – это продукт брожения, в основе которого зерно, хмель и вода. Но не стоит забывать, каким бы слабоалкогольным его не называли, в каждой бутылке содержится этиловый спирт. И именно он вызывает привыкание и приводит к зависимости. Как таковой статистика именно пивного алкоголизма не ведется, потому что все равно все начинается в любом случае с пива, причем очень часто начинается с безалкогольного пива, потом алкогольное пиво. И, к сожалению, к нам такие пациенты не очень часто доходит, потому что в основном это, конечно, молодежь. Основная масса употребляющих именно. Мы же говорим, наверное, не только о пиве. Будем, наверное, туда же включать и всякие алкогольные коктейли, так называемые, которые употребляют как молодые девушки, так и ребята молодые. Причем употребление начинается еще в школе чаще всего. Зависимость от пива развивается постепенно и незаметно. Этот факт тревожит наркологов. При отсутствии пенного напитка человек не испытывает тревоги, что происходит при потребности водки. Не осознавая опасности, человек не стремится отказаться от пива, уже привычного любимого напитка. Бутылка пива в день, а то и больше, это нормальный образ жизни, считают многие. Пиво в нашем обществе приравнивают почти к газировке. Его пьют все, от школьников до пенсионеров. Причем многие не считают его спиртным напитком. Часто пристрастия имеют и женщины. Гендерная черта заключается в чем? То, что женщины чаще всего, к сожалению, очень поздно приходят к нам. То есть у женщин есть даже такое понятие, это именно у женщин. Они пьют зеркалом. То есть даже есть такое, да. То есть они смотрят в зеркало, чокаются для компании. Поэтому, к сожалению, когда женщины приходят, бывает уже очень поздно. Они, к сожалению, уже допиваются до такого состояния, что весь букет заболеваний уже сформирован, когда они попадают к нам. Поэтому женщинам, ну, так скажем, немножечко посложнее. Они реже обращаются, они все это дело пытаются максимально долго скрывать свое употребление. А употребление как бы, ну, а что такого там, я выпиваю там литр пива за вечер. Содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах почти 14%. Такой уровень соответствует спиртосодержанию в вине. Приведем пример крепости пива в СССР. В зависимости от сорта оно колебалось от 1,5 до 6%, а чаще всего 2,8%. Бутылка светлого пива эквивалентна 50-60 граммам водки. И если за один человек выпивает 4 бутылки, это все равно, что 200-240 граммов водки, почти полбутылки. Почему же раньше пиво не вызывало такой паники у врачей, спросите вы? Да потому что пиво содержало намного меньше алкоголя. Оно тестировалось технологами, диетологами и другими специалистами. И его состав был совершенно другим, натуральным. Качество хмельного напитка, оно оставляет желать лучшего. Раньше дедушки наши как пили? Трехлитровую баночку пивка с водочкой, с селедочкой. На следующий день встали, у них все хорошо, они пошли домой. Сейчас, за счет того, что очень много консервантов и химических препаратов, которые содержатся в этом пенном напитке, у него увеличен срок годности. Раньше пиво какое было, сколько оно хранилось? Три дня? Два-три дня. Все. Потом оно скисало, его выливали. Сейчас пиво хранится сколько? Пять лет в бутылке. И не выпадает осадок. За счет чего? За счет химических препаратов, которые там находятся. И за счет того, что большое количество именно химии находится в этом пенном напитке, так называемое пиво. Хотя, ну, в большинстве сейчас заставляют уже писать пенный напиток или как он там, пивной напиток. Не пиво, а пивной напиток. Почему? За счет содержания большого химических препаратов. После того, как алкоголь попадает в кровь, неважно, из какого напитка вы его приобрели, эритроциты слепаются. В крови образуются тромбы, они закупоривают микрокапилляры. В свою очередь капилляры расширяются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки или 2-3 бутылок пива безвозвратно погибают тысячи клеток головного мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки из организма выходят на следующий день с мочой. Люди, которые выпивают даже такой же литр этого пива на следующее утро, у них тяжелое похмелье, болит голова, трясутся руки. То есть, если переводить даже водку, давайте переведем на спирт, на спирт содержание, то, по идее, выпито не очень много для того, чтобы наступили именно токсические последствия на организм. Но, тем не менее, в полном объеме люди получают похмелье, причем тяжелейшее, которое приводит к тому, что люди, как снимают у нас в России похмелье, и еще одной баночкой пива. И в результате вот этот комок, который накапливается, он потом увеличивается с геометрической прогрессией. То есть, сегодня выпил две баночки, с утра встал, плохо, надо баночку выпить, через три часа еще баночку, и в результате эти баночки увеличиваются. У меня был пациент, который задний выпивал ящик пива. Вот ящик пива. Я у него единственное, что спрашивал, куда же вам, дорогой мой друг, это помещается, это пиво? Ну, тем не менее, да, причем он выходил из этого состояния, он пил на протяжении года, выходил очень тяжело, с явлениями алкогольного делирия, в простонародье белая горячка. То есть, вот это все, то есть, все последствия, которые могут вообще быть, мы можем их получить с осложнениями в виде алкогольного делирия. То есть, ну, все, все, что только можно получить от пива, можно получить вполне. От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными, это подтверждают сами люди, попавшие в сети слабоалкогольного хмельного напитка. Самое разрушительное и вредное последствия неумеренного потребления пива – больное сердце. Кроме этого, пиво вредно влияет на гормоны человека. Хмель содержит очень много эстрогенов, женских половых гормонов. И если парень с 13-15 лет пьет пиво, у него происходит формирование организма по женскому типу. Это ведет к страшным последствиям. В возрасте 30-35 лет это может привести к развитию импотенции и, естественно, к снижению детородной функции. При таком длительном употреблении, к сожалению, я не знаю за счет чего, за счет того, что очень сильно лоббируется где-то именно этот алкогольный напиток как пиво. Потому что вы прекрасно знаете, что сейчас в магазинах запрещено продавать алкогольные напитки свыше 10 градусов или 7 градусов. А пиво вроде как не подходит под это. Поэтому пиво продается везде, повсеместно, в общем-то, и довольно-таки распространенно. То есть, если тяжело получить, допустим, лицензию на водку, на коньяк, то есть на пиво вроде как слабо алкогольный напиток. Но, тем не менее, мы говорим о злоупотреблении, причем длительном, многолетнем употреблении. То есть, ну, получается, что люди при употреблении длительным слабо алкогольных напитков получают весь букет заболеваний, которые можно получить при употреблении и такой же водки, и коньяка, там, самогона, все что угодно. То есть, это и жировая дистрофия печени, и в результате прогрессии этого заболевания, может быть, и цирроз печени. Я же не говорю, опять же, мы говорили о мыслительных процессах, это энцефалопатия, так называемая алкогольная. В простонародье это слабоумие. То есть, весь букет заболеваний, которые сопровождают алкоголизацию длительной, и именно алкоголизм, они могут быть заработаны также и при употреблении слабо алкогольных напитков. Исследования, проведенные во многих странах, показали, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких напитков, хотя привыкание, собственно, вызывает этиловый спирт, независимо от упаковки и бутылки пива, вина или водки. Получающий ежедневно с пивом изрядную дозу спирта психологически защищен, не чувствует опасность и не собирается с этим бороться. В любом случае проводились даже исследования на студентах, которым давали выпивать кружку пива, и проводились исследования именно на внимательность. Почему говорят, можно выпить пиво и спокойно за руль сесть. Это совершенно две противоположные вещи, которые несовместимы – руль и пиво. Потому что даже при выпивании одного стакана пива реакция замедляется на 2-3 секунды у каждого человека. То есть замедление процессов именно умственных при употреблении даже малого количества такого напитка, как пиво. Поэтому это и на всем остальном. Мы уже говорим об алкоголизме пивном, а мы говорим даже об однократном употреблении небольшого количества пива, которое уже замедляет мыслительный процесс. То есть нарушается уже связь между нейронами головного мозга и происходит замедление именно мыслительных процессов. Миф о том, что слабоалкогольный напиток пива безвреден, мы развеяли. Но есть еще масса трюков, на которые пытаются поймать молодежь. Например, безалкогольное пиво. На самом ли деле такое существует? Нулевочка – это только красивое название. В безалкогольном пиве есть алкоголь. Это подтверждают наркологи. Но не стоит считать, что пить вообще нельзя. Можно, но, как говорится, осторожно и правильно. Самое главное правило в этом деле – не злоупотреблять. И что самое интересное, в нашем организме есть алкоголь собственного производства. Нам не нужно его покупать, пить и пьянеть. Наш организм – микрокосмос со своими антибиотиками, наркотиками и алкоголем. Пить или не пить – дело каждого. Но каждый себе должен давать отчет, по какой дороге он хочет пройти эту жизнь. Человек, пьющий пиво или любой другой спиртной напиток, должен понимать – алкоголизм – это тяжелое хроническое заболевание с ужасными расстройствами, как психическими, так и физическими. Люди, которые пьют в большей степени, ничего не добиваются в жизни и рано умирают. В простонародье, да, мужской алкоголизм лечится, женский – не лечится. Я вам открою страшную тайну – алкоголизм вообще не лечится. Это хроническое заболевание. Я всегда его сравниваю с гипертонической болезнью. То есть, если вы больны гипертонической болезнью, у вас повышается давление, то у вас скачки давления будут постоянно. Так же, как и алкоголики. То есть, вот эти эксцессы алкогольные, они на протяжении жизни их постоянно преследуют. Но то, что полностью они от этого избавляются – да, есть люди, которые по 15, по 20 лет не употребляют алкоголь. Но, тем не менее, они не употребляют его совсем. То есть, нет такого человека, который был в запоях, лежал там в больнице, там 155 раз кодироваться пытался, там еще что-то такое. Потом вдруг он завязал, и он спокойно дома сидит, там, или на день рождения может 2-3 рюмочки выпить, там, или такого же баночку пива, и все. И на этом все закончится. Нет. К сожалению, это зависимость. Если человек начинает пить, то он опять уходит в запой. Думайте о своем здоровье. Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Наслаждайтесь жизнью и смотрите программу «Твое здоровье» на ИТВ. Увидимся ровно через неделю в воскресенье в 20.50. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова